Луки, что в Куасамо, Финляндия. Замечательная с первого вида сегодня погода. Раннее утро еще толком не светлело, но и который так обидно и неудачно упал из-за того, что отстегнулась лыжа. Вот, кстати, до сих пор у меня нет информации, с чем это было связано. Какая-то проблема с креплением или же 142 метра, Капоинт 120. Ну и сегодня у нас 23 команды в стандартном командном спринте. Их всего будет в Кубке Мира 5. Соответственно, на старт сегодня выйдет российская команда, эстонская, славянская. Эти сборные выставили по одному коллективу. Ну а также Польша, Италия, США, Финляндия, Франция, Япония, Чехия, Норвегия, Австрия и Германия по две команды. Итого 23. Соответственно, 46 прыжков мы сейчас с вами увидим. Ну а затем гонка по системе Гундерсон, эстафетная, 2 по 7 с половиной. Что касается дня вчерашнего, если говорить о двоеборье, то, конечно же, было не все идеально. Не до конца спортивный принцип был соблюден, потому что многие квалификационную попытку рассматривали как разминочную, тренировочную. А в итоге она и пошла в зачет, так как после седьмого прыгуна в итоге соревнования были прекращены из-за неудачных условий, из-за условий, неподходящих для того, чтобы соревнования проводились. В итоге выпустили по результатам квалификации, где совсем слабые результаты были сразу нескольких. И касается зачета Кубка наций по итогам первого старта, то немцы тут уверенно лидируют. Австрия на второй позиции, Норвегия только на третьей. Норвегия набрала совсем мало баллов, но сегодня есть шанс отыграться. Ну а мы потихоньку начинаем. Команда Польши и Шепан Купшак готовятся выполнить свой прыжок. Вместе с ним будет выступать Матыш Шевантулок. Ну и давайте посмотрим, на что они способны. Так, до Капойнта не долетает. Ну, где-то 116, надо полагать, метров. Да, так оно и есть. Вот за 4 дня тут в руки. В Косамо мы уже хорошо научились определять примерную дальность прыжка. Благо, нам всячески линия Капойнта помогает в этом. Ну и мы видим, что там один балл разницы, который превращается в 2 секунды. Оперативно нам все переводит время. Ну и, конечно, так удобнее нам будет наблюдать. Ну а теперь Йосито Ватабе. И это уже первый серьезный прыжок. Доволен японский тренер. И они становятся лидерами. Йосито Ватабе тут выступает вместе с Тахеем Като. Ну а лидер сборной Акито Ватабе будет прыгать и бегать вместе с Хидиаки Нагай. Да, очень хороший балл. 137,2. Положительная компенсация. 49 секунд у них уже сразу сейчас преимущество. Йоси Деда Мороза на любой лад так называйте. Но новогоднее и рождественское настроение тут присутствует везде. И, кстати, если вы слышали наши трансляции, в частности нашего эксперта Мартина Шмидта, он всегда говорил и продолжает нам уже сейчас, как эксперт телеканала «Евроспорт» говорить о том, что тут в руки в Куасаму всегда очень хорошая рождественская атмосфера царит. И поэтому прыгуны любят сюда приезжать. Ну вот, главное, еще бы не падали, потому что трамплин какой-то очень опасный. И слишком часто тут бывали какие-то проблемы. Кокслин прыгает за Капоинт, но недалеко. В итоге 46 секунд отставания от японской дружины пока у норвежцев. Ну а сейчас должен быть далекий прыжок. Совсем еще молодой Бернард Флашбергер. Но, как и любой другой австриец, прыгать он умеет. Ну, знаете, мог он и дальше полететь, хотя и так неплохой результат. 127 метров. Это на вторую позицию прыжок между Японией и Норвегией. Осталось посмотреть компенсацию. Она отрицательная, минус 1,7. Оценки средненькие. Ну и да, должен быть вторым сейчас. Вторые 36 секунд отставания от японской сборной. Но это вполне отыгрывается. Правда, это все пока не так важно. Чего нельзя сказать о прыжке Бьорна Кирхайзена. Кирхайзен вчера был очень неплох и бежал здорово, и отпрыгал в пятницу на уровне. Сегодня для себя он показывает стабильный прыжок. Я не думаю, что сейчас будет очень доволен, но и расстраиваться повода нет. 124,5. Получает неплохие оценки. 1,17,5, 2,17. Компенсация большая, положительная. И даже второй. Даже второй 25 секунд отставания. Ну а вот пошли уже по второму кругу первые номера. И вновь Польша. Теперь уже главная команда. Адам Числор. 124,5 метра дальность поляка. Хороший прыжок. Лучший результат у этого поляка был в прошлом году на этапе в России. Кстати говоря, в Чайковском. 21-ое место там у него было. Ну а сейчас Самой Коста. Вместе с Арменом Бауэром тут Коста выступает. Неплохой прыжок для итальянца, который обычно специализируется именно на лыжной составляющей двоеборья. На гоночной. Но и прыгать они тоже умеют. Да, сейчас в прыжках с трамплина, может быть, у них сейчас не все в порядке. Да, есть Колоредо, есть Брезадоула, но пока не показывают хороших результатов. Ну а Коста 123 метра и первая команда Италии сейчас становится четвертой в общем зачете. Что по японцам, немцам и полякам. Так, а почему мы не увидели первую команду США? Непонятно немного. В любом случае сейчас прыгал не Тейлор Флетчер, который должен был, а Яны Руананен. Причем Руананен прыгнул на 121 с половиной, получил большую положительную компенсацию. В итоге четвертый. Первая команда в Финляндии. Разумеется, вторым из этой команды будет прыгать Тилка Хэрролла. Ну тут все плотно, только японцы пока с отрывом идут. Ну а вот и Джейсон Лами Шапуи. Ну вот это уже больше похоже на Джейсона Лами. Будем надеяться, что по ходу сезона будет набирать он форму. 134, совсем другое дело. Если честно, не верится, что уже двоеборская такая старость наступила у Джейсона Лами Шапуи. Нет, но посмотрите, какое хорошее настроение. Замечательное настроение у олимпийского чемпиона, у победителя Кубка мира. Вторыми становятся французы. Их первая команда. 5 секунд отставания от японцев. Конечно, тут очень многое будет зависеть от прыжка француза Брода. Вчера он был неплох на лыжне. Ну а прыгает он и вовсе здорово. Так, так, так. А вот это уже проблемка для сборной Японии. Под первым номером, потому что Хидиаких Нагаи свой прыжок проваливает. Надо было хотя бы до Капоинта долетать. А теперь, теперь все становится очень и очень опасно для первой команды Японии. Ватабы придется спасать. Причем спасать не только своим бегом, но еще и прыжком. Замечательным, иначе тут можно так и не добраться до борьбы за медали. Более минуты сейчас уступает команда Японии. Мирослав Дворок. Вчера он очень хорош был. Третье место занял. Что сегодня? Здорово, здорово. В отличной форме Чех находится. Томаш Портик, который будет прыгать вместе с Двороком в одной команде, с ним находится, тоже должен лететь далеко. Он прыгает замечательно. Да, вот, конечно, Портику надо подтянуть беговую составляющую. Вчера он как раз за счет нее проиграл много. Но в целом, в целом, очень все здорово сейчас выглядит для сборной Чехии. Всего 10 секунд отставания от японцев. И довольны, довольны Чехи. Ох, какой важный сейчас прыжок Юрген Грабок. Он очень быстр. Всегда очень быстр. А тут что с дальностью? Все здорово! Грабок летит далеко. Еще и Телемарк показал. Оценки будут неплохими. Компенсация положительная. Плюс 3,3. 128 метров. Ох, сегодня норвежцы поборются. 3,17 с половиной. И смотрим. Четвертый. Всего-навсего 20 секунд. Что это для Грабока? Он их за 2 километра отыграет, а то и менее. Ох, серьезная заявка первой команды Норвегии. Это здорово. Смотрим далее. Первая команда Австрии. Филипп Ортер. Хорошее было отталкивание. Мощное. Сразу видно, что прыжок получится. Так оно и есть. Куда-то уровень 130 метровой отметки летит. Филипп Ортер. 130,5. Хорошие оценки. Пока 2,18. 18,5. Оценка третья. Еще одна 18. И 17. Почему-то одна. В итоге 3,18. Тут зачет. Ну и Ортер сейчас где-то первой тройки окажется. Четвертая. Ну тут очень плотно все. 13 секунд. Ну и Фабиан Ризель, который вчера, так же, как и Кир Хайсон, был очень быстро. Желтая лидерская майка, в первую очередь за счет Ридзека, которая досталась этой сборной Германии. И прыжок-то очень хороший. Сто тридцать с половиной. Доволен Ризель. Учитывая, что прыжки нельзя сказать, что его самая сильная сторона. Ну, отрицательная компенсация. Ну вот, кстати, где-то рядом с норвежцами окажется. Немцы у нас почему-то пока немножечко глючит официальный сайт и не выдает результат норвежцев. Ну да ладно, надеюсь, все исправится. А пока есть время на небольшую рекламную паузу уйти. Ну и давайте еще раз посмотрим три самых лучших прыжка, я так полагаю. Нет, это уже начинается вторая попытка. Да, это Матыш Вантулок. Ну вот, по-прежнему пока не обновляется у нас информация относительно... ...большую сенсацию осуществить. Ну а пока Максим Лахерт. И с Себастьяном Лакуро. Этот француз тут выступает. Ну и это уже что-то более-менее похожее на прыжок. С 12-х ворот, кстати говоря, прыгают сегодня. Ну и правда ветер, мягко говоря, не опасный. Это если сравнивать с предыдущими днями. Так-то, конечно, она присутствует, но незначительная. 30 секунд преимущество. А так, ну вот, совсем тяжело что-то фисовскому сайту официальному. Никак он не хочет онлайн данные предоставлять нам. Ну да ладно, это не так важно. Пока сами справимся. Смотрим на Тайхейкату. Вот он важный прыжок. Держаться! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как разболтало в воздухе-то Кату. Он очень недоволен. Слава богу, без падения обошло. 113 совсем коротко. Сейчас ещё будут плохие оценки, потому что вы видели, что в воздухе произошло. Его заносить очень резко стало. Небольшая ошибка была при отталкивании. Но в итоге пока японцы первые. Но от былого преимущества не осталось и следа. И их, скорее всего, обойдут. Обидно. Здорово получится у Шмидта. То Кокслин-то может в итоге вытянуть эту команду очень высоко. Придёт, придёт. Да, получается. Получается у Шмидта. Ну, нельзя сказать, что очень далеко. Но прыжок вполне себе неплохой. Не гениальный может быть. Но 127,5 – это здорово. Это лучший прыжок во второй попытке. Ещё и положительная компенсация. Неплохие оценки. Уже сейчас это видно. Да, и вторая сборная Норвегии пока лидирует. 15 секунд преимущество над второй командой Японии. Ну, а сейчас Кристоф Биллер, который в пятницу полетел очень далеко на 143 метра. Что будет сейчас? Сейчас тоже неплохой прыжок. Доволен тренер, а Биллер, по-моему, считает, что мог лететь ещё дальше. Биллер тут в паре с Флашбергером. Флашбергер, кстати говоря, тоже здорово. Отпрыгал тут. И сейчас вторая сборная Австрии станет лидерами. 43 секунды преимуществом над Шмидтом и Кокслином. Ну, не знаю, не знаю. Тут будет непросто. Ну, внимание, Эрик Фрэнсель. Звезда прошлого сезона, победитель Кубка мира, олимпийский чемпион, победитель Нордик Комбайн Трипла в Сифилде, который проводит новая гонка. Ну, а вот это уже совсем другое дело. Это больше похоже на Эрика Фрэнселя. Он летит в район 130-метровой отметке. 128,5. Винной может быть более чем доволен своим прыжком. Ну, и теперь посмотрим, на что способны Киркхайзен и Фрэнсель на лыжне. Вторые всего 11 секунд от австрийцев. Это не проблема для немцев. А вот норвежца в 30 секундах позади это может быть потенциальной угрозой. Биллер пока довольный. Рядом с Дедом Морозом расположился. Ну, а в этот самый момент прыгает Евгений Климов. Хорошее отталкивание, мощное было. Ну, и вот вам, пожалуйста, вот это уровень Евгения Климова. Ну, не знаю, честно. У Климов настойчиво хочет выступать именно в двоеборье. Но с такой неплохой техникой, с тем, как грамотно он работает в воздухе, мне кажется, можно было попробовать Евгению переквалифицироваться в чистого прыгуна. Ну, раз не делает этого, значит, видит и тренер в нем, и сам он в себе потенциал беговой. Надо, конечно же, как-то развиваться. Нужно значительно быстрее бежать. Если это получится, то Климов может вырасти в очень серьезного двоеборца. Сейчас ему всего-навсего 20 лет, так что все еще впереди. Кристиан Иллс. Неплохой прыжок у эстонца. Но первый был совсем плохой. Тут ничего уже не спасет. Вообще, красиво все выглядело. Видно, что парень прыгать умеет. Но в итоге он более-менее спасает эстонскую команду. Павел Словьёк. Тут просто промазался отталкиванием. Оттолкнулся, если я не ошибаюсь, слишком рано. В итоге неоптимальная траектория и не долетает даже до 100-метровой отметки. Ну, точнее, тут даже нет 100-метровой отметки. Просто до 100 метров не долетает. И еще минуту лишнюю из-за не самого удачного прыжка Брайана Флетчера. Непонятно, почему не прыгал Тейлэш Флетчер. Повторяемся мы это узнать. Но в любом случае, с таким отставанием американской команде гонки Гундерсон делать нечего. А вот Илка Херрелла летит очень и очень неплохо. 128 метров. Он еще и немного недоволен. На лужне Херрелла, в принципе, неплохо. Третья строчка. И это неплохо. 31 секунда отставания. Вместе с Кокслином и Шмидом примерно где-то рядом побегут финны. И вполне могут вместе с ними настигнуть немцев и австрийцев. Франсуа Брот. Вот это очень важно сейчас прыжок. Вот сейчас надо улетать за 130 французу. Я бы не сказал, что это хороший прыжок. Он расстроен. Но он вот так вот махнул сразу двумя руками. Франсуа Брот мог лезть намного дальше. Нельзя сказать, что он очень быстрый лыжник. А вот прыгает обычно здорово. Он как мог вытягивал этот прыжок. На самом деле, пожалели его еще судей. Там он первый раз лыжами коснулся со склона. До отметки Каппоинта. Но 124,5 в итоге дали. Не стали придираться. Ну и пока становятся лидерами французы. Но они все прекрасно понимают. Ходом они проиграют. И проиграют, похоже, не только второй команды Австрии. И второй команде Германии. Акито Ватабе тоже не очень доволен. Пытался вытащить он свою сборную после неудачного прыжка на Гаи. 122,5. И это тоже не совсем уровень японца. В итоге седьмые японцы минуты и 10 отставания. Это будет очень тяжело отыграть. Это будет очень и очень непросто отыграть. Ну а вот это прыжок потенциально тех, у кого может быть хороший задел перед гоночной программой. Томаш Портик летит неплохо. Портику будет тяжело. Портику будет тяжело. Он не очень здорово бегает. Но если он не проиграет много, то там уже дворок может задать очень приличный темп и вытащить их на подиум как минимум. Пока они лидируют. Пока они лидируют. Что не может их не радовать. Ну а сейчас внимание. Хавард Клеменсен после удачного прыжка Юргена Грабака. Что тут будет? А тут все более чем в порядке. Очень доволен норвежским специалистом. Клеменсен летит за 130. Да куда? Под 140 метров 139,5. И когда такой быстрый грабок есть в команде. Ох, не знаю. Это очень серьезная заявка на победу. Как красиво тут все было сделано. Еще Телемарк показал. Шикарные оценки. И положительная компенсация. Плюс 5,7. Какой же сейчас отрыв у норвежцев будет? 26 секунд. Вот это да. Знаете, это похоже на то, что не отыгрывается. Даже если за Клеменсеном угонятся, то потом что делать с Грабаком, который вчера буквально летел по дистанции? Ой, не знаю. Грубер осмотрим. А Грубер не так здорово. Грубер летит куда-то к Аппоинту на 120 метров. 121,5. Вчера Грубер был вторым. Но сегодня, учитывая, что и у Ортера был прыжок не гениальный. Цепляться за подиум будет проблематично. Первая команда Австрии. Ну вот первая команда Норвегии отказывается воспринимать официальный сайт почему-то. Что-то и категорически в ней не нравится. Но будем надеяться, что без всяких дисквалификаций обойдется. И просто это в системе такой небольшой недочет. Ну да, видим мы, что довольно Клеменсен стоит на подиуме. Значит, скорее всего, все в порядке. Йоханнес Ридзек. И сейчас ему нужен очень хороший прыжок. Если немцы хотят составить серьезную конкуренцию норвежцам. Очень уверен в себе. Хорошо летит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же тут произошло? Похоже, не попал в стол отрыва сейчас Ридзек. Это не самый удачный прыжок. Он недоволен. Оно и понятно. 114,5. И можно сказать до свидания первой команде Германии. Ну, в плане борьбы за победу. Ну, а кто остановит первую команду Норвегии? Ой, не знаю. Мне кажется, что они могут в гордом одиночестве в итоге всю гонку и пройти. Минута 26 для первой команды Германии. Это, конечно же, прыжковый, неожиданный прыжковый провал. Достойных последователей не находится. Ну, давайте смотреть на первая сборная Норвегии. Лидирует с комфортным, запасом. Почти 30 секунд над Чехией, Францией, Австрией и Германией. Давайте все-таки ее запишем в эту группу. Вот потом более минуты уже отстают финны, австрийцы и вторая команда Норвегии. Полторы минуты отставания у немцев первой команды, у второй команды Японии. Ну, кстати, вот обе команды Японии достаточно дружно будут бежать. Десятые и одиннадцатые вместе пойдут тут же в Францию, Эстонию. Сборную Россию находим на шестнадцатом месте. Замыкают соревнования Чехия. Ну, сейчас надо будет небольшая рекламная пауза, после чего мы вернемся, подведем итоги прыжковой программы, ну и поговорим о том, что может произойти на гонке по системе Гундерсона. Мы вновь с вами в руки Куасаму, где только что завершились прыжковые соревнования двоеборцев. Ну и подводим и какие итоги? Подводим с Хавардом Клеменсеном, который выполнил отличный прыжок под 140 метров, самый далекий в этих командных соревнованиях. Насколько сегодня это все вам тяжело удалось? Но это было непросто, и вообще эти соревнования Куасаму очень нервные. Я очень рад, что я сумел показать, что я все еще на хорошем уровне, что я все еще могу показывать серьезные результаты. Но все решится о лыжной гонке, как и обычно. Мы понимаем, что мы сделали только один шаг, нужно как минимум два, для того, чтобы выиграть тут. Грабак очень быстрый, он вчера был самым быстрым на дистанции. Я думаю, вы должны быть оптимистичны перед гонкой. Да, конечно. Мы хорошо друг друга знаем, у нас разные специализации немного, я лучше прыгаю и бегаю. Но вместе в командных соревнованиях мы можем добиться очень многого. Так что посмотрим. Что ж, спасибо, говорим мы вместе с нашим корреспондентом Хаварду Клеменсу. Действительно, ему удался очень неплохой прыжок. Ну а сейчас тройка лучших. Первая команда Франции. Для которой выступают Франсуа Брод и Джейсон Ламиша Пуи. Первая команда Чехии. С Томашем Портиком и Мирославом Двораком. Ну и первая команда Норвегии. Хавард Клеменсен, Юрген Грабак. Сегодня не пропустите эстафета 2 по 7,5 и по системе Гундерсена с оставаниями, которые вы уже видели на ваших экранах. Не знаю, не могу я вам обещать напряженную борьбу за победу, за первое место. Все-таки очень уж здорово все выглядит для первой команды Норвегии. Но за подиум-то борьба будет обязательно и гонка в любом случае должна получиться интересной. Так что не пропустите сегодня в районе 4 часов по московскому времени. Я думаю, мы еще титр сегодня обязательно увидим и более точную информацию я вам предоставлю. Ну а с трамплина в Куасаму мы окончательно прощаемся. Да, много нервов он тут и нам, и прыгунам подпортил. Но, тем не менее, было интересно, было очень и очень любопытно. Ну вот, по-прежнему тут хорошая новогодняя и рождественская атмосфера. По-прежнему тут достаточно много любителей прыжков и двоеборья. Ну а трансляция наша потихоньку подходит к концу. Еще раз наслаждаемся. Смотрим на лучшие прыжки сегодняшнего дня. Сразу же вслед за нашим эфиром смотрите соревнования по лыжным гонкам. Они вновь возвращаются. Наши экраны там тоже очень интересная борьба ждет. Я, Ажатар Мамучашвили, с вами прощаюсь. До новых встреч на двоеборе, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok